В эфире телекомпания Бук ТВ, проект 101 на связи и его автор и ведущая Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Вместе с сотрудниками областного управления МЧС мы расскажем и покажем, что значит сохранить безопасность. Важные факты, актуальные комментарии. Обо всем этом мы расскажем вам первыми. Ликвидация чрезвычайных ситуаций – главная задача для спасателей. Характер их довольно разный. От небольших локальных происшествий до серьезных трагедий. Какими событиями отмечен прошедший период? Включаем обратный отсчет. Спасатели Ватцевического районного отдела по чрезвычайным ситуациям устанавливают причину пожара в квартире в городском поселке Телеханы. На момент прибытия сотрудников МЧС хозяева уже находились на улице. Пожар локализован и ликвидирован. В Барановичах спасатели ликвидировали пожар в легковом автомобиле ВАЗ. К сожалению, восстановлению транспортное средство не подлежит. Сотрудники МЧС Бреста ликвидировали пожар в жилом девятиэтажном панельном доме. Загорание произошло на территории лоджии общего пользования. Жертв нет. В деревне Большие Дропиевичи спасатели Малорийского района ликвидировали пожар в блочном хозяйственном строении. Огнем повреждено перекрытие, имущество, уничтожена пристроенная деревянная хозяйственная постройка. В преддверии начала учебного года спасатели большую работу проводили в учреждениях образования, где участвовали в приемках учреждений образования к новому учебному году. Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Эта же тема стала центральной в рамках большого семинара. Подробнее в рубрике 101 профилактика. Тема безопасности в учреждениях образования стала центральной в рамках большого семинара, который принимала средняя школа номер 37. Они здесь говорили представители правоохранительных структур, специалисты МЧС, педагоги в рамках расширенного семинара. Цель семинара была обозначена. Это особенности организации безопасного нахождения обучающихся в учреждениях образования Московского района города Бреста. С этой целью были привлечены силы МЧС, отделы департамента охраны Московского района города Бреста и областного управления, а также юридические лица, которые оказывают определенные услуги по организации безопасности в учреждениях образования. До руководителя учреждения образования были донесены основные моменты и аспекты безопасной организации в образовательном процессе. Тема противопожарной безопасности в этот раз одна из основных. Педагоги и спасатели уже выстроили алгоритм взаимодействия, который позволит научить детей правильному поведению при чрезвычайных ситуациях и позволит сократить их количество. На что обращают органы государственного пожарного надзора? В первую очередь на системы раннего обнаружения загорания. Это автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. То есть увидеть или обнаружить загорание, предупредить о загорании и пути эвакуации. То есть соответствие пути эвакуации требованием действующих нормативных документов и эвакуации людей. В рамках семинара была представлена вероятная ситуация с проникновением в здание учебного заведения постороннего. Отработка точных действий, направленных на устранение потенциальной угрозы, не вызвала затруднений. Нажатие тревожной кнопки ответственным лицом обеспечило приезд правоохранительных органов в считанные минуты. Устанавливается кнопочка, при нажатии которой сигнал поступает через средства атомной связи к нам на пульты централизованного наблюдения. Откуда поступает потом нарядом групп задержания и которые прибывают сюда на место происшествия. Здесь уже по факту происходит разбирательство. Задача педагогов в новом учебном году это не только выполнение плана общеобразовательной программы, но и забота о безопасности учащихся. Преподавателям важно не только научить школьников законам физики и правилам грамматики, но и теоретически подготовить детей к правильным действиям в экстремальной ситуации. Научить заботиться как о личной безопасности, так и о безопасности одноклассников. В преддверии начала нового учебного года спасатели включили сразу несколько профилактических проектов. В этот раз в центре внимания дети, находящиеся в социально опасном положении. В одну из поездок отправилась и наша съемочная группа. В центре внимания дети акция под таким названием проходит в республике в эти дни. Главная цель предупредить чрезвычайные ситуации с участием юных берестейцев, особенно тех ребят, которые находятся в социально опасном положении. Профилактическую миссию сотрудники МЧС сочетают с благотворительной. При поддержке представителей вертикали власти спонсоров были закуплены канцелярские товары, которые стали приятным сюрпризом для навещаемых ребят. На территории Республики Беларусь проходит республиканская акция «Центр внимания детей». И один из этапов акции под эгидой Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводится такое мероприятие под названием «Соберем ребенка в школу». Основное внимание уделяется детям, семьям, требующим повышенного внимания, где родители не совсем добросовестно относятся к своим родительским обязанностям. И мы данным и опять хотим обратить внимание к этим семьям, еще раз им напомнить о мерах пожарной безопасности, еще раз рассказать им, что необходимо выполнять, что нельзя делать, что нужно делать для того, чтобы ребенок не попал в беду. Дети из социально опасных семей всегда ждут внимания и заботы от других, так как в своих семьях они больше других сверстников предоставлены сами себе. С малышами спасатели проводили профилактические беседы и дарили подарки, в том числе и тематическую продукцию. Мы все вместе, в том числе и районный наш БРСМ, а также инспекция по делам совершеннолетних, постараемся прийти в каждый дом, кто требует к себе действительно не просто повышенного внимания, а хотя бы улыбок, поддержки со стороны. И обычному ребенку в первый класс или просто в школу идти тревожно и немножечко, наверное, опасно. Они считают, что это сложно. А здесь, придя в дом, ты подсказываешь, что не так уж все и плохо, наоборот, ты показываешь, что новый учебный год, это замечательно, и мы будем все-все-все дружить и будем вместе. Уделяют это внимание, то, что не оставляют без него, как бы, детям приятно, главное. Это естественно, конечно, как бы, по большому счету, это же государство, и хорошо, что оно помнит, как бы, то, что есть нуждающиеся. Акция продолжается в первых числах сентября. Без внимания спасателей комиссии по делам несовершеннолетних в начале нового учебного года не останется ни один ребенок. По итогам больших республиканских соревнований сотрудники МЧС Брещены лучшие. Они участвовали в большом многоборье среди спасателей, которое проходило под Борисовым. Впечатления наших участников в следующей рубрике. Кадры этих соревнований больше похожи на ликвидацию настоящей чрезвычайной ситуации. Насыщенно, активно, быстро спасатели справляются с поставленными задачами. Порядка сотни работников МЧС приняли участие в большом многоборье. Масштабное мероприятие проходило под Борисовым и собрало самых сильных спасателей республики, в их числе и представителей Брещены. Дисциплины были нелегкими, я бы сказал, потому что каждая по-своему тяжела. И, наверное, больше в сумме они давали такую вот усталость. Потому что к одному этапу подготовиться, ну, то есть физически можно, но когда их там два-три в день, уже как бы на третьем сказывается усталость, напряжение, уже где-то нервное напряжение, уже где-то даешь слабину, но при этом все равно держишься, держишься. Брестская команда, как и другие, собиралась из представителей всей области. Каждый старался максимально качественно выполнить поставленные задания, несмотря на тяжесть физической нагрузки. А испытания проходили каждый день. В 2019-м почетный статус лучших привез спортивный коллектив нашего региона. Знали, что способны, в принципе, за тройку зацепиться. В 2016-м году у нас было третье место, вот, то есть там чуть-чуть не хватило. Всегда были где-то рядом, рядом, и вот в этом году, в принципе, можно сказать, заслуженно заняли первое место. Полученная награда станет стимулом для новых достижений, а статус лидера брестские спасатели уже готовятся подтвердить в следующем году. И это все то, что мы хотели вам рассказать. С вами была автор и ведущая проекта Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Помните, никогда не ставьте свою жизнь в зависимость от благородства других. Лучше вас самих о себе никто не позаботится. А если беда все же пришла в ваш дом, звоните 101. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин